приветствую вас сегодня я расскажу как я пилил вдоль дуб вот такие поленья мне достались на халяву что это за дерево пишите в комментариях вроде как это пробковый дуб вот соответственно такой вот запил получился кривоватый получился такой запил не у меня у бати у меня вообще ничего не получилось суть какая суть такая то что я сделал такое приспособление делал целый день значит что это за приспособление увидел в интернете как мужики делают направляющий и сделал такую же начал пилить у меня ничего не получилось почему не получилось сейчас я ее ослабил поэтому она болтается почему у меня не получилось потому что я привалил только одну направляющий а как в интернете увидел картинки а надо было сделать здесь одну во первых не вровень с направляющей самой цепной пилы а где-то вот здесь запасом чтобы на про устанавливаешь на бревно на направляющую которые к бревну прикручены и заходишь уже как по линейке они так как сейчас то есть сейчас получается то что мне надо чтобы начать ровный запил делать надо брать и супер точно держать значит такой тяжелый инструмент чтобы параллельно значит начать вгрызаться в древесину вот поэтому здесь надо вот чтобы она начиналась и второй момент то что надо приварить где-то вот здесь вот еще вторую так вот чтобы значит была плоскость но дело в том что плоскость сделать достаточно проблематично почему потому что у нас тут не космические технологии да получается профиль там вот это вот все и получается то что вот это вот видите она сейчас играет потому что я расслабил значит этот болт увеличивая уменьшая значит расстояние достаточно сложно добиться то чтобы оно было параллельно с направляющей у пилы поэтому как бы я как думаю сделать во первых я сейчас возьму отпилил значит вот это вот наварил тут конечно к курицу лопы отпили сейчас вот это вот значит направляющую и приварю ее здесь тем самым как бы она будет начинаться раньше чем зубе у пилы и соответственно здесь приварю вторую такую штуку вот и значит чтобы вот это вот хождение при движении дальше или ближе вот пилы я сделаю значит что я сделаю здесь отверстие и сюда буду ставить какой-то брусок только у него будет не отверстие опас и я тогда смогу грубо говоря если у меня эти гайки будут находиться здесь и соответственно вся направляющая будет находиться здесь и расстояние будут разные дату тогда я этот брусок смогу по пазам сыграть так чтобы он был параллельно пилы пиле вот теперь о самой конструкции я очень долго думал как сделать к макете макета все-таки такая штука очень хорошая и портить сам корпус мне не хотелось тем более корпус из пластмассы пусть и хороший обуви с пластик но все-таки пластмассы есть так посмотреть то в принципе ты здесь и не к чему прикуп прикреп и прикреплять я значит как сделал во первых я использовал вот этот вот паз который сам направляющую пилы натяжение регулирует до вытаскивается вставляется вот соответственно сюда здесь болт у меня и второй момент то что вот эти вот зубья которые где в дерево сама впивается чтобы значит с усилием запиливать вот я вот здесь вот просверлил отверстие уже получается на м8 и здесь тоже чтобы она не играла вверх-вниз сейчас мы направляющую отодвинем чтобы было видно быстренько так же а 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 значит здесь вот получается доработки были я два отверстия в зубах а и соответственно использование вот этого вот паза который регулирует натяжение самой цепи теперь расскажу про само приспособление профильная труба здесь гайка получается приваренная и здесь гайка приваренная соответственно соответственно здесь усиление сделано из пластинки металлической вот я ее здесь прихватил сваркой здесь сваркой не прихватывал потому что боялся что не будет хватать вот в этом месте будет она мешаться вот ну и соответственно здесь два отверстия просверлены после того как просверлены отверстия здесь то есть сначала просверлил здесь потом ее вставил закрепил на болт который по центру идет потом от этого отверстия просверлил здесь закрепил вторым болтом винтом вторую точку и отсюда просверлил третью и получается то что вот этот рычаг он не дает этой всей конструкции болтаться и придает жесткость здесь значит получается уголок у этого уголка здесь выпилил болгаркой паз этот паз нужен для чего для того чтобы минимально возможное расстояние когда вот на минимум чтобы болты не болты а гайки на болтах которые здесь выпирают чтобы они не упирались в этот уголок соответственно здесь я отпилил часть уголка из-за того что криво просверлил отверстие вот это вот его надо было маленько сместить на пару миллиметров вправо чтобы гайку можно было закрутить а так она упиралась в этот уголок и здесь тоже самое такой вот недочет вот сама болгарка у меня военная руки не доходят отремонтировать это место и вот так вот ребят нельзя делать нарушение техники безопасности но у меня получилось то что деваться некуда надо было срочно запиливать а диск получается не подходил так сейчас я маску одену на всякий случай чтобы не дышать говном этим такая штука это чтобы башка не болела заодно посмотрим сейчас как я приварил отрезать я тут замучился за него много времени но наконец металл поддался и сломался для великой красоты для великой красоты решил сразу засисить следы от сварки вот вот получилась такая рамочка теперь ее установим обратно на место и слегка затянем под рукой у меня оказались 40 миллиметровые бруски поэтому я направляющую выставил на 40 миллиметров эти бруски нам потребуется позже чтобы сделать предварительную параллельность теперь снимаю размеры с небольшим запасом и для второй направляющей тоже если нужна будет 3d модель и чертежи конкретно для макеты вы мне в комментариях напишите я сниму размеры и смоделирую ее профиль я запиливаю с помощью такого приспособления я про него снимал несколько видео очень оно мне нравится оно обеспечивает прямой вес и безопасность работы с болгаркой теперь отпиленные профили выставляем как рога крамки используя те самые бруски когда размеры выстроены можно варить сам процесс сварки снимать я не умею поэтому показываю сразу результат после того как железо прихватилось я всю конструкцию снимаю с макиты концы рогов надо тоже соединить в качестве подпорки тоже использую 40 миллиметровый брусок на этот шпангол я привариваю гайку в которую закручиваю шпильку высота обрезка этой шпильки совпадает со шпильками которые используются для выставления ширины пропила сварочные швы на стороне которая обращена к древесине я зачистил вот эта штука получается для того чтобы тянуть веревкой со стороны где заканчивается сама пила специально я сделал то что не отсюда потому что тогда будет кручение потому что пила находится вот на таком уровне допустим сейчас запиливать брусы то тогда будет еще больше кручения поэтому я сделал такую штуку и веревка будет где-то привязана здесь в одной плоскости с самой пилой каркас уже готов теперь необходимо сделать так чтобы параллельность была идеальна для этого я взял фанерку и посадил ее на болты с барашковыми гайками добавляя или уменьшая количество шайб между фанерой и каркасом можно добиться идеальной параллельности направляющей пилы и направляющей которую мы сделали доработка завершена осталось все обратно собрать и найти веревку на испытание пришел батя и сказал что надо использовать в качестве веревки провод но мы с Карлом спорить не стали в качестве испытания показали то что после доработки пользоваться стало намного проще распил более ровный особенно если один человек тянет трос всем спасибо за внимание увидимся до скорого до конца не заблудет никто не заблудет